Это и нет. Я хочу сказать, вот пользуясь случаем и эфиром, что это стыдно, уважаемые друзья, в науку инвестировать от 0,2% до 0,6% ВВП. Значит, с этим мы далеко не уедем. И это неизбежно скажется в будущем на перспективах суверенного развития белорусского государства. Мне кажется, есть откуда эти средства перераспределить и направить на научно-исследовательское конструкцию. Мне кажется, работа ведется сейчас достаточно так активно. Действительно, мы видим, что происходит. И какие-то болевые точки все-таки гасятся? Нет, безусловно. Я же не говорю, что все плохо. Понимаете? Но хочу сказать, что развитые государства, такие как Израиль, Швейцария, небольшие государства, кстати, они в науку выделяют более 4% и имеют результат. Я считаю, что Беларусь по своему потенциалу отнюдь не уступает той же Швейцарии и тому же Израилю. Имея 10 миллионов населения, тем не менее, у нас действительно есть еще вот эти высокообразованные кадры, которые могут передать опыт соответствующий. И мы, конечно, в науку на направлениях приоритетного интереса, это биотехнологии, это военно-промышленный комплекс, медицина, они у нас есть прекрасные результаты в этом отношении. Мы можем инвестировать больше и получим более высокие результаты, чем те, которые есть сейчас. Извините, может быть, меньше надо поющих трусов и квартир для спортсменов. Вот. Не для всех, конечно. Ну, за результат же. Для тех, кто действительно дает результат и любит Родину, не надо им жалеть ничего. Но всем подряд, как это было до 2020 года, извините, когда сидит, я просто не помню фамилию, я их забываю за ненадобностью, вот сидела какая-то там победительница какого-то конкурса красоты там или чего-то там еще. И после 9 августа 2020 года, как и многие представители так называемой «богемы», почувствовав, как ей показалось ее, значит, не совсем способным к прогнозированию уму, что Акелла, президент Акелла, да, промахнулся, она побежала в тот лагерь. А потом сидит и рассуждает, значит, на голубом экране, ну, на оппозиционном, где-то там на Белсайте или где-то еще, что вот они мне после того, как я в конкурсе победила, они, это государство, дали трехкомнатную квартиру. Так что они меня должны были этой квартирой купить? Ну, так лучше бы мы дали эту трехкомнатную квартиру какому-нибудь молодому ученому. Ну, или многодетным. Или многодетным. Они поддерживают на протяжении уже долгих лет длительного времени. Или сотрудникам правоохранительных органов. У меня много друзей в той сфере, поверьте, людям 15 лет. Иногда живут без собственной квартиры, военные тоже и так далее. А здесь, понимаете, мы поддерживали каких-то дутых, вот этих совершенно дутых, значит, якобы авторитетов, якобы лидеров мнений, якобы какой-то там истеблишмент, а на самом деле за ним не скрывалось ничего.